Срез времени эпоха сильной страны и слабого человека. Мистический роман Булгакова «Мастер и Маргарита» представит в Краснодаре театр романа Виктюка. В основу постановки легло не только произведение, но и черновые рукописи, которые, как известно, не горят. Сценография лаконична, но при этом очень красноречиво. А персонажи это скорее жертвы времени, тоталитарного режима, где не место личности с ее чувствами и потребностями. Он учился в институте Амара Хаяма, как он сам говорил, и мечтал создавать дивные напитки. Она грезила сценой. Волею судеб они оказались на соседних креслах во время концерта в консерватории. Первый миг – отторжение. А затем становится ясно – та же судьба их крепко связала вместе. Родственные души. Но сколько пройдет времени и удастся ли любви пробить стену обстоятельств? Трогательную и такую понятную историю расскажут актеры театра и кино Егор Бероев и Юлия Хлынина. В Краснодаре они представят спектакль «Варшавская мелодия». Четыре жарких дня, более 40 артистов, сборные концерты и сольные выступления сразу после Нового года. Сочи примет Лайфест. Как всегда, в фестивале примут участие звезды, которые в представлении не нуждаются. Леонид Агутин, Мари Краймбери, Би-2, Полина Гагарина, Ёлка, Звонкий, Брейнсторм и многие-многие другие яркие хедлайнеры, чьи композиции открывают утро и сопровождают нас в дороге. Они заряжают на самый лучший день, а уж праздники в их компании станут настоящим событием, которое останется в памяти надолго. Великая музыка Чайковского и самые милые создания на земле. Представитель известной династии Владимир Куклачев и полсотни его мурчащих артистов в Краснодаре представит единственный в своем роде спектакль «Щелкунчик» и «Кошки». Волшебная история, без которой сложно представить новогоднее торжество, создаст праздничное настроение. А самые органичные артисты вызовут улыбки. 1814 год. Разгром наполеоновской Франции. Россия – сильнейшая держава Европы. Теперь становится возможным все. Молодые победители, гвардейские офицеры преисполнены надежд. Они убеждены, что равенство и братство не за горами. И ради этого они готовы на многое, в том числе и на жертвы. Будь то положение, богатство, любовь, жизнь и даже Родина. Сеть кинотеатров «Монитор» представляет звездный состав. Павел Прилучный, Иван Янковский, Алексей Гуськов, Ингиборга Депкунайте. Они расскажут историю страны, которая многое сумела пройти, но осталась мощной державой. Девятый эпизод эпопеи «Звездные войны». Завершение саги Скайуокеров. Поставлена точка в 40-летней истории. Зритель, наконец, получит ответы на вопросы, которые висели в воздухе от картины к картине. Любимые герои и новые персонажи, захватывающие путешествие на край галактики. Зрителей ждет грандиозный финал. Бросать вызов страху. Вот в чем удел джедая. Аккумутировать провода, изолировать их, менять взорвавшиеся во время спектакля лампочки. Казалось бы, не женское это дело. Да и сейчас ведущую солистку музыкального театра сложно представить среди осветителей. Однако именно здесь начался путь на сцену Карины Петровской. Когда я сюда пришла, когда мне было 16 лет, это мое первое рабочее место. Вот здесь стоял стул. Так как я была маленького роста, у меня была такая подставочка деревянная, специально для меня сколоченная. Вот на вот этой вот трубе был прикручен маленький прожектор, который назывался водящий бэбик. Сейчас таких прожекторов уже нет. У меня была очень ответственная миссия. Я должна была освещать актеров, которые работали на сцене. Из-за свидетельской ложи Карина следила за всеми спектаклями, знала все мизанцены и с легкостью могла подсказать слова любой роли. Ведь на самом деле мечтала быть там, на сцене, в свете софитов, слышать шум кулис. Шум кулис, в коленях дрожь, пылся в темно, и сердце волка стучит. Иногда я сидела здесь и пела, чему было недовольно. Наша дирижер Марья Павловна Попова у нас тогда была. Я пела, и она мне все время говорит, что там в ложек, что ты там делаешь? Я говорю, я подпеваю. Не надо, ты очень громко это делаешь. А мне казалось, так хорошо. Вопрос о выборе профессии перед Кариной больше не стоял. Осваивать ремесло пошла в Краснодарское музыкальное училище по специальности сольное пение. После его окончания артистку сразу зачислили в труппу Краснодарского музыкального театра. Сама она с трепетом вспоминает о днях, когда выходила на сцену впервые. Тогда все было в новинку, и страх смешивался с адреналином от страха, смешивался с адреналином от эйфории того, что я наконец-таки на сцене. Что, боже мой, я первые годы, я вот так приходила, садилась за гримированный стол, начинала гримироваться и кайфовала от того, что я здесь, что я в профессии, что я в театре, что я сейчас буду, я на сцену пойду. Изнемогающий барон, коснеющим, но изысканным языком. Аристократ всегда аристократ. Пролепетал последнее, прости, затем упал на загрустившую траву. Сейчас музыкальные театры можно по праву назвать ее домом. Карина Петровская выросла в актерской семье. Мать – заслуженная артистка России Клара Крахмалева. Отец – заслуженный артист Кубани Леонид Лебединский. Поэтому за кулисами театра Карина оказалась раньше, чем научилась ходить. Здесь ей посчастливилось найти родных по духу людей и обрести еще одну театральную семью. Наше знакомство началось не с творчества, я бы так сказала, а с каких-то личных симпатий. Карина мне очень многое подсказала, потому что я был в этом театре совсем молодым и ничего не знал ни о театре, ни о городе. А Карина была как раз тем самым проводником, который открыл мне дверь в историю этого театра замечательного. За свою творческую жизнь Карина Петровская освоила не только профессии артиста и освидетеля, но и попробовала себя в качестве ассистента режиссера, написала несколько сценариев к постановкам. Сейчас она заведующая труппой. Организовать работу театра так, чтобы остались довольны все – актеры, режиссеры, балетмейстеры, музыканты – ее главная задача. Но порой помощь нужна и в других вопросах. За отзывчивость и доброту Карину Леонидовну в театре называют «маму». Ко мне можно обратиться всегда, начиная от таблетки, заканчивая… Вот у меня тут волокордин стоит, потому что артисты очень такие люди эмоциональные. Вот Мирамистин, если у кого горло болит, ну, таблетки, кофе, совет, деньги, еще что-то. Я никогда никому стараюсь не отказывать. Быть честной во всем, не только в профессии, но и в жизни. Верить в свое дело и отдаваться ему до конца. По словам Карины Петровской, это и есть главная задача артиста. За 30 лет творческой жизни Петровская сыграла более 100 ярких и запоминающихся ролей – характерных персонажей. И неважно, главная это партия или второстепенная, зритель запоминал именно ее. Такими были ее красотка Сью в джазе для настоящих леди, хозяйка модного салона в лайт-опере «Гоголь», «Чичиков в душе», «Мирабелла» в «Цыганском бароне». Своими работами Карина Петровская не только завоевала истинную любовь аудитории, но и, по словам коллег, стала настоящей душой музыкального театра. Она всегда в форме, она всегда готова к работе, что бы ни происходило, как бы сложно ей ни было, по состоянию здоровья иногда или по настроению, ну всякое случается. Она всегда в форме, она всегда готова выходить на сцену. Это говорит о величайшем мастерстве. Даже вне стен театра Карина Петровская не перестает думать о работе. Дорога домой – прекрасная возможность не только подвести итоги уходящего дня, но и шанс почерпнуть вдохновение для новых ролей и новых спектаклей. Я всю жизнь работаю в театре в этом музыкальном. Я никогда никуда не уезжала, хотя были предложения, я могла бы уехать в Омск, могла бы уехать в Красноярск, в Свердловск могла бы уехать. Но это мой город и это моя улица, и как, может быть, это банально сейчас прозвучит, я очень люблю свой город.